Что такое параллельный перенос и как складывает параллельный перенос? Все поняли? Отлично. Теперь пойдем дальше. Следующее преобразование тоже чрезвычайно простое. Это поворот на некоторые углы. Что значит поворот? У него есть цены, некоторые точки на кулу. И есть некоторые углы, которые там обозначены. Альфа. Что мы делаем? Мы берем любую точку, какую-то точку М, и поворачиваем против часовой стрелки. Это надо один раз в жизни договориться. В математике всегда обращают против часовой стрелки. И получаем некоторую точку. Вот эту точку мы и будем обозначать. Образ точки М при повороте альфа. Что сразу можно написать? Что когда вы поворачиваете на 360 градусов, это на самом деле то же самое, что ничего не делаете. Между прочим, когда вы сдвигаете на нулевой вектор, то это то же самое. То есть когда вектор у вас с координатами 0,0, все точки остаются на месте. Когда вы поворачиваете на 360 градусов, более того, не на 360, а на 360 умножить на n, где n умое целое число, то обязательно все точки остаются на месте. От центра ничего не зависит. Замечательно. Ну и естественно, когда вы поворачиваете на улу альфа и 360 n, то это то же самое, что поворачивать на улу альфа. Хорошо. Еще очень очевидное замечание. Что бывает, когда вы сначала повернули на улу альфа, а потом повернули на какой-то другой, ну или вот тот же самый непроизвольный ул пет. Да понятно, что у вас получается здесь вот какой-то поворот. Это будет rb, да? От r альфа от m. Замечательно. То есть угол складывается. На самом деле это то же самое, что повернуло на угол в эту сторону. Так обстоит дело, когда вы поворачиваете плоскость вокруг одной и той же точки. Разве точки? Что? А сейчас будет разветочки? Да, конечно. Очень интересный вопрос. Что произойдет, если вы выполняете поворот вокруг каких-то двух разных точек? Это, на первый взгляд, кажется случайным. Какой-то вопрос. Ну, в конце концов, какая мне разница? Я взял палочку, не знаю, крик какую-то, повернул, потом повернул. Наверное, будет какое-то сложное движение. Но нет. Теорема Шалю утверждает, что ничего, кроме параллельного переноса, поворота и скользящей симметрии, не бывает. Единственное, я еще не успел сказать, что такое скользящая симметрия. Поэтому давайте я сюда напишу простительный знак, а сам пойду объяснять, что такое скользящая симметрия. Если есть любая прямая и вектор, который расположен вдоль этой прямой, здесь очень важно, не произвольный вектор, а обязательно вектор должен быть вдоль прямой, вектор параллельно прямой. то, когда вы берете любую точку, вы можете сделать следующее. Сначала ее симметрично отразить, а потом сдвинуть на наш вектор А. А можно и по-другому. Можно наоборот сначала сдвинуть, а потом симметрично отразить. Как видите, получится тот же самый результат. То есть, что такое скользящая симметрия? Это композиция параллельного переноса и обычной осевой симметрии. Или то же самое. Композиция осевой симметрии и параллельного переноса. Я пишу здесь в каком порядке, здесь в каком порядке. Мы отражаем точку относительно прямой, и если опускаем ее в антикуляр, дальше проходим на таком же состоянии. То есть, меняем листами две полуплоскости. Так вот, ребята, понимаете, я написал параллельный перенос композиции и симметрия и параллельный переноса. А давайте я вам покажу ситуацию, которая объяснит, почему на самом деле важно, что вектор А параллелен прямой вектор. Я сейчас для простоты в качестве прямой L возьму ось абсцисс. Вот ось абсцисс это и будет моя в качестве вектора А я возьму сначала параллельную сначала я возьму параллельную а потом я возьму какой-нибудь вахун и так давайте в качестве вектора А векова я возьму вектор с координатами ну, например, например, 1 0 то есть стриг на единицу вдоль асцисс теперь беру любую точку с координатами x и y и смотрю куда мы получаем точку с координатами x-y и теперь прибавляем единицу получаем x-1 минус отлично 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 предположим порядке делаем но соответственно придем а сейчас господа я сделаю совсем я в качестве вектора А возьму вектор с координатами 1 2 давайте посмотрим вот здесь я уже буду рисовать четко две картинки буду следить давайте посмотрим что происходит если сначала отражаешь а потом сдвигаешь на такой вектор показываю при отражении мы получаем точку с координатами x-y а при сдвиге мы получаем точку с координатами x-1 минус y-2 пожалуйста запишите посмотрите это важно очень просто но важно себе записать и так если мы сначала исполняем сначала выполняем осевую симметрию а затем выполняем параллельный перенос вот здесь s-l а здесь параллельный перенос на вектор координат братья 2 но если сначала сделать параллельный перенос вот давайте делать сначала делаем параллельный перенос получается x-1 одно и то же все хорошо здесь минус минус у здесь плюс 2 а здесь минус 2 что делать с этим так скажите пожалуйста сначала одеть трусы а потом брюки или сначала брюки а потом трусы Замечательно. Сначала пойти в школу, а потом в театр. Не знаю, куда там копать. Сначала пойти в театр, а потом в школу. Согласны, что это разные? Нет. Это разные вещи. Ребята, в жизни огромное количество дел, которые зависят от того, в каком порядке вы их делаете. Сначала выучить язык, а потом переводить, на нем разговаривать, смотреть фильмы, писать письма. Или сначала начинаем писать, а потом учим язык. Есть разница? Есть разница. Ребята, редко-редко, когда в жизни есть дела, которые на самом деле не зависят от порядка. Бывают дела, которые не зависят от того порядка, в котором мы их делаем. Но чаще всего от порядка действий результат зависит. Есть такое слово генестомочность или коммутативность. Если вектор параллельного переноса параллельного переноса параллельного переноса, то здесь вот у вас стоит ноль, не важно, какое стоит здесь число, можно произвести те же вычисления, обнаружить, что будет ответ x плюс 0 число и минус 1. Не коммутирует. А если стоит там не ноль, как двойку поставить, то не коммутирует. Если вектор параллельно не параллельный переноса параллельного, то композиция в одном случае даёт x плюс 1 минус y плюс 2, а в другом случае x плюс 1 минус y минус 2. Первое упражнение, которое у нас с вами сегодня будет. Докажите, что отображение, переводящее точку с координатами х в точку с координатами х плюс 1 минус х плюс 2, это скользящая осиметра. Поймите, где находится ось этой осиметры и насколько надо вдоль этой оси двигать. И вторая задача. Докажите, что другое отображение, давайте вот это я обозначу F, другое отображение G, которое переводит х в точку с координатами х плюс 1 минус у минус 2, тоже является скользящейся методой, но относительно какой-то другой пилы. Но первое можно доказать, у нас уже есть метод. Нет, мы не брали ничего. Мы, смотрите, что мы сделали. В определении скользящей симметрии вектор должен был быть параллельным. А мы взяли и испортили. Мы взяли тот вектор, который по определению брать нельзя. Ну, замечательно. В принципе, у нас вообще все могло поломаться, но у нас поломалось чуть-чуть. У нас получилось, что это какое-то вот такое преобразование, а мы вообще получили что-то совсем новое. Вот, надо позабраться чуть-чуть. Так, я понятно смотрю вот эту задачу? Докажите, что на самом деле оба эти преобразования – это скользящие. Найдите для каждого из них прямую, относительно которой мы выполняем. Какую прямую взять вместо A? А, вертикулярную прямой X, Y… Не верно. Дело в том, что от XY ничего не должно зависеть. Да? Да. В том-то идея, что преобразование должно быть общее для всей плоскости. Оно не должно зависеть… Понимаете, конкретную точку в другую точку можно перевести огромным количеством способов. Важно не это. Важно, что вот это преобразование F, которое здесь написано, переводящее XY в точку X-1 снизу A и N. Может быть единообразно выполнено. То есть есть какая-то одна прямая. Одна прямая, которую можно взять вместо A. И вдоль этой прямой сдвигу придумывают такую прямую. А когда прямая что-ли X, Y и X? Да не дана она прямая XY. XY – это произвольная точка на плоскости. Прямая не должна зависеть от XY. Вы должны взять такую прямую и такой вектор сдвигать вдоль нее, что когда сделаешь, то получится вот такой ответ. XY перейдет в точку X-1-Y-2. Скажите, прямая, которая должна получиться, она будет наклонная, она будет вертикальной. Скажите, а вот что происходит при скользящей симметрии с направлением? Вот представьте себе. У вас есть какая-то прямая. И у вас есть лучшие цветы, которые будут подосвитены. Что происходит при симметрии? При симметрии он меняет свое направление вот так. Согласны? Замечательно. А что происходит, если вы сделаете после этого параллельный перенос вдоль оси вот этой? Что произойдет с нашим направлением с лучом света? А ничего. Почему? Потому что направление света, это на самом деле направление вот такое, правильно? Оно задается пучком параллельных лучей. Замечательно. И здесь то же самое, при симметрии вы получите много-много лучей туда направлено. И соответственно, ребята, при скользящей симметрии направление на самом деле отражается относительно этой форме. Очень хорошо. А какое направление сохраняется? Есть одно направление, которое сохраняется. Какое направление? Конечно. Вот это направление, смотрите, сюда будет направлено, отразится сюда, в направлении то же самое. Скажите, пожалуйста, при таком отражении, когда вы к х прибавили двойку, а перед у поменяли знак, какое направление останется, а какие направления изменятся? В вертикальное направление. Во что вы ведёте? Вот смотрите. Пусть мы увеличивали у. Что такое интеллигская направление? Увеличивать у. Что будет происходить в этой формуле при увеличении у? Что будет происходить с этим выражением, если у увеличивается? Оно будет уменьшаться, правильно? У это миллион, а тогда минус у плюс 2 это минус миллион плюс 2. Чем больше будет игр, тем меньше будет. Понятно? А какое направление не изменится при вот этом отражении? Какое направление, вертикальное или горизонтальное не изменится? Горизонтальное, конечно, ребята. Когда вы движетесь вдоль оси абсцисс направо, то что это означает, координаты? Что вы всё время прибавляете к х какой-то величиновичности, прибавляете к х. Так здесь будет то же самое. Если к х прибавить что-то, то к х плюс 1 то же самое прибавить. То есть, получается, нужно прямую, горизонтальную, только у плюс 1, что ли? Надо прямую, горизонтальную понять, на каком уровне её пусть. На одну больше? Получается 0 и получает 0. Именно на одну больше, на самом деле, или на одну меньше. Или давайте я эти две картинки вам нарисую. Сейчас увидим. Давайте я нарисую вам эти две картинки и на каждой из них всё поймём. Возьмём прямую M на единицу выше, чем ось абсцисс. И, соответственно, ровно на таком же расстоянии возьмём прямую M. Сейчас меня интересует следующее вычисление. Что будет, когда вы делаете симметрию относительно прямой M и сдвигаете на единицу вдоль асциссис. Это одно вычисление. Вот представьте себе, что есть такая точность координатами х. Я возьму её специально с детьми, чтобы... Но поверьте, что если взять друг в другом месте, ответ будет тот же самый. Сначала мы делаем вот так. Что это означает? Смотрите. Вот здесь у нас величина. И теперь мы ещё на единицу сдвигаем. Получаем х плюс 1, 2 минус 1. Господа, проверяйте, пожалуйста. Итак, нужно посмотреть, что между у и единицей у минус 1. Соответственно, из единицы надо вычислить у минус 1. Получается 2 минус у. и сменить ещё на единичку. Получается ответ х плюс 1, 2 минус у. Смотрим, что это такое. Это F. Это функция F. А вот теперь надо сделать в обратном порядке. То есть надо не от единицы теперь, а вот от этого точно. Хорошо. Давайте посмотрим, что будет, если мы здесь не считаем. Вот это был отрезок Y, это Y плюс 1. Вот этот весь вертикальный отрезок, давайте я покажу. Вот этот весь вертикальный отрезок, это на самом деле Y плюс 1. Теперь надо от минус 1 обложить вниз Y плюс 1. Что это значит? Надо из минус 1 вычесть Y плюс 1. Получится минус 2 минус Y. Мы уже знаем, что это называется G. Таким образом. Когда вы берёте вектор не параллельной прямой, то на самом деле получается тоже скользящий симметр в качестве композиции параллельного приноса и обычной симметры, но относительно другой прямой. В зависимости от того, в каком порядке, в каком порядке. Сейчас дойдём. Сейчас дойдём. Мне важно, что вот мы сейчас попытались искать другое преобразование, то есть задали себе вопрос. Когда вектор не параллелен прямой, может быть что-то новое получится. Не получилось. Получилась тоже скользящая симметрия, только относительно другой прямой. В зависимости от того, в каком порядке выполнять параллельный перенос и симметрию, получается или прямая M, или прямая V. Весьминский мастер. Весьминский мастер. Весьминский мастер. Продолжение следует...